Сейчас мы будем смотреть на антигравитационный двигатель. Он на самом деле устроен очень просто. Здесь написано, что он потерял где-то 17% своей массы. Когда диск имеет наклон 51%, вот этот весь гравелёт, он потерял где-то 17% своей массы. То есть это просто фантастика, друзья. Всем привет, друзья! С вами канал Рафаэль Анриэл. В общем, добро пожаловать на канал Запрещенной Науки. Сегодня, друзья, посмотрим очень интересную информацию про гравелёт, который уже был изобретён давным-давно. Если я вас заинтересовал, ребята, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. То, что вы сегодня увидите, вы, наверное, не увидите просто нигде. Ладно, поехали. Гравитационный мотор 1983 по 2013 год. Эта история началась в 1983 году. В этом видео показаны почти все тесты, выполненные с помощью гравитационного мотора GM. Период между 1983 и 2013 годами. Всего было построено 19 прототипов и ещё 23 вариации. Большинство тестов были разрушительными. У нас была полная потеря устройства. То есть его полное разрушение. Целью было найти лучшую геометрию. GM-06 единственный антигравитационный мотор, который остаётся в рабочем состоянии. Почти весь потерянный вес GM был самым эффективным GM-12, который потерял 17% своего веса. При этом колёса имеют наклон 51 градус. Информации о том, как работает GM, вы можете посмотреть в этом видео. Ну что, друзья, вот такое вот описание. На самом деле машина работает очень интересно. И это действительно видео стоящее, которое стоит посмотреть. Эта машина, ребята, работает на том, что нарушает симметрию. И поэтому создаётся подъёмная тяга. Если такой эффект действительно наблюдается, ребята, это просто на самом деле будет просто прорыв. Если есть возможность, ребята, давайте соберём тоже такую штуку. Как и все предыдущие генераторы. Но я постепенно, как только смогу добраться до этого генератора, ясное дело, что я вам его тоже продемонстрирую. Ладно, давайте посмотрим видео. Сейчас, ребята, немножко другое видео, но оно тоже связано с гравитацией. Это на самом деле гравитационный усилитель, который при маленьком повороте, он начинает бешено раскручиваться. То есть вот где прибавка будет, например, в гравитационном генераторе. То есть если совместить две эти системы с предыдущей системой, которая теряла вес, то мы сможем получить энергию, а также подъёмную силу. Ну, дальше мы увидим ещё одно интересное видео. Ладно, смотрим. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Дебирал Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Лига. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...